Я хочу элегантный декор. Да, госпожа. Никаких шаров и ленточек. Ничего подобного. Конечно. Немного цветов и атласных салфеток было бы здорово. Конечно. Семь пятниц на неделе. Сначала они тянут, а теперь несутся куда-то. После вчерашнего кошмара, наконец-то, хорошие новости. Да ты прям вся светишься. Тебе не надоели эти церемонии? Ну, хватит уже прикидываться. Разве ты не был напуган, когда увидел её вчера с этим шефом? Казалось, она совсем сбилась с пути. Мы подобное уже видели. В конце бы её снова ждали слёзы. Какое счастье, что она пришла в себя и сделала верный выбор. Нас никогда не гонит коней. Если она спешит, значит, у неё нет выбора. Либо она не знает, что делает. Хорошего дня. Султан, не надо больше баламутить воду за спиной Феррата. Хватит уже об этой девушке. Вчерашняя даже меня напугала. С чего это? Он так разозлился. А что, если он сядет за руль в таком состоянии и разобьётся? Да что ты несёшь? Но есть ещё кое-что. Что если бы она узнала об этой аварии и влюбилась бы в него после неё? Рыдала бы у его постели. Я так хотела выйти. Из-за тебя не умирай, не умирай. И Всевышний вернул бы Феррата к жизни в этот момент. Очередной бред. Дай пройти Гюлендам. Отойди. А потом? Что если Феррат решит, что её послал ему Всевышний, и он женится на ней? А тебя хватит удар? Спасли бы Феррата, а похоронили бы тебя. На этот раз она меня убила. Хватит выдумывать Гюлендам. Феррат, ты о чём? Что за церемония? Султан. Говорила же тебе, он женится. Султан, пожалуйста. Держись, слышишь? Это бред какой-то. Говорю тебе, это правда. Я своими ушами это слышал. Ты не веришь? Значит, план провалился? Они вот-вот поженятся. Игре конец? У него улыбка до ушей была. Ладно, спокойно, дружище. Я скоро буду. Господин парикмахер здесь. Пригласи. Прошу вас. Ты же перенёс все мои встречи? Да. Светы? Сделано. Наряд для Бора купил? Ты в порядке? Простите, не в силах сдержаться. Слёзы сами наворачиваются. Видеть, как вы готовитесь. Я так долго ждал этого дня. Я... Успокойся. Простите, господин. Я лучше пойду. Кольца уже у тебя? У меня, господин, у меня. Простите, пожалуйста. Только подровнять. Да, конечно. Номерал, внимательней. Мне нужны одинакового размера. Да, шеф. Ирай, готово? Почти готово, шеф. Не теряйте время. Его у нас мало. Всё должно быть идеально. Понятно вам? И не забывайте, это не обычный вечер. Да, шеф. Хотела проверить, как у вас идут дела. Нет нужды. У нас всё хорошо. Я всё же хочу посмотреть. Нам слишком трудно достался этот заказ. Всё должно быть идеально. Позаботься о своём идеальном вечере. Ты всё равно не собиралась присутствовать сегодня в ресторане. Вот и думай о себе. Тебе наверняка уже пора. Не записалась на укладку, маникюр. Оказывается, у тебя включается практичность, когда ты злишься? С чего бы мне злиться? Это ты мне скажи. Прошу, не мешай работать. Готовишь устричный соус? Может, не будешь лезть? Это что за тон? К тому же его не так готовят. Ты что, не знаешь, не та температура? Да езжай ты уже к своему женишку. И дай нам спокойно поработать. Выбирай, пожалуйста, слова. Ты какой-то нервный сегодня, шеф. Я уже волнуюсь за этот вечер. Тебе ещё речь говорить. Ты готов? Я не буду читать по бумажке, как по ящику. Я скажу то, что придёт в голову. Ясно тебе? Конечно, я так и думала. Чего от тебя ещё ждать? Ведёшь себя всё так же импульсивно, глупо и нелогично. Это я нелогичный? Зато ты логично переобуваешься. Это в каком смысле? Наше меню. Меняешь его постоянно. Да ты просто не в себе. Может, воздухом подышишь? Иди к своей невесте и успокойся. Какой ещё невесте? У меня нет невесты, и жениться я пока не собираюсь. Вот и хорошо. А то твоей невесте можно посочувствовать. А вот из вас двоих не знаю, за кого больше переживать. Следи за языком, шеф. А ты ко мне не приставай, босс. Эй, вы чего? Пойдёмте-ка со мной. Что вы устроили? Ты чего раскричался? Остынь. Да в порядке я. Что ты пристал? В порядке. Что-то я не поняла. Ты чего такая нервная? Я не нервная. Просто не смогу быть на приёме из-за церемонии. Ты сама этого захотела. Никто не гнал тебя замуж. Не говорил, выйди замуж, выйди замуж. Или ты уже не так уверена. Всё в порядке. Ты имеешь право немного притормозить. Таиланд тебя поймёт. Шебнем, я знаю, что делаю. И ничего не отменю. Мы будем с Таиланом счастливы. Я в этом уверена. Она везде сует нос. Назвала меня нелогичным. А сама-то... Вчера была просто ангелом. Сегодня уже сам дьявол. А ещё мне, говорит, иди, мол, с невестой повидайся. Остынь. Это у тебя свадьба, а не у меня. Ты же сама предложила ему прямо здесь. Фират, можно задать вопрос? Ты излишся, что план сорвался? Или что она замуж выходит? Приятного аппетита. Спасибо. Благодарю. Спасибо большое. Где ты был? Отвечай. Сегодня все решили прийти ни свет ни заря. Пришлось Гюлиндам поставить на мангал. Я даже не знаю, что она там вытворяет. Прости, султан. Фират послал за костюмом, вот я его искал. Зачем это он ему? Он сказал, у него какое-то мероприятие, но я толком не понял. Ну, давай, Гюли, давай мне. Ты молодец, теперь я сам. Султан. Вот чего я боялась. Если ему нужен костюм, значит, предложение будет делать. Вот она, пришла беда на наши грешные головы. Что же мы натворили? Ну, просто принцесса. Какая же красавица. Ты говоришь, это каждый раз, когда заходишь сюда. Да. Я хочу, чтобы весь мир об этом знал. Тетя, зачем это нужно? Дорогая, люди хотят знать. Они не могут спросить, но знать-то они все равно хотят. Вот и пусть знают, что нас и Таиланд сегодня делают первый шаг. Деточка моя, только взгляни. Султан. Вот ты мне никогда не веришь, а у меня есть дар предчувствия. Смотри, все очевидно. Да, расслабься ты, Гюлиндам. Ты что, думаешь, я тут сказки рассказываю? Но смотри, как бы не было поздно, предупреждаю тебя. Хватит, Гюлиндам. Спустись с небес на землю. Хватит уже. Сетка нас фотографию выложила. Помнишь ее? Ну, та, что все слопала. Так что, смотри. Смотри. Она выложила фото кольца. И прическа уже готова. Вот что творится, Султан. Феррад сегодня вылетит из гнезда. На что вы там смотрите? Нам нужно отойти. Куда это? Присмотри тут за всем. Неужели ты все об этом, шефе, думаешь? Ну, уже, милая. Не надо об этом жалеть. Все правильно. Ты же знаешь, он тебе не пара. Потому ты избежала со свадьбы. Разве не так? Тетя, я прошу. Давай забудем об этой истории. Я уже попросила Чемиле выбросить свадебное платье. Почему ты меня не спросила, тетя? А почему ты злишься? А что с ним было делать? Я много раз замуж выходила. Каждый раз в новом платье. Очевидно, что ты старое платье второй раз не наденешь. Куда его выбросили? В мусорный контейнер? А ты куда собралась? Достать его обратно? Нас. Послушай, ты меня пугаешь. Ты все еще думаешь об этом обманчике? Нет, но не тебе решать судьбу моего свадебного платья. Нельзя так без спроса поступать. Тетя, не надо так больше, пожалуйста. С каких пор ты стала такой дерзкой? Это откуда у тебя такие манеры? Это все трущобы на нее влияют. Видишь, до чего ее довели? Не лезь в чужую жизнь, Физа. На свою лучше посмотри. Я пойду спать. Спокойной ночи. Подожди. Стой. Нам надо поговорить. Физа, не оставишь нас? Ладно, говорите себе. Пойдем. Тетя. Ты ничего сегодня не ел, я знаю. Давай поешь, чтобы крошки не оставил. Я прослежу. Давай. Я никуда не уйду. Давай. Тетя. Тетя. Давай, жуй. Скажу тебе, пока от других не услышал. Сегодня отец нас приходил. И что хотел? Извиниться хотел. А толку-то? Никогда не могла тебя понять. После всего, что произошло, и того, что она натворила, ты к ней вернулся. Почему? Шабнэмна стояла. Вот он и вернулся. А ты откуда знаешь? Просто знаю. У тебя что, шпион в ресторане? Кто там над тебя работает? Это же мой ресторан, папа. Ты обещал не вмешиваться? Я и не вмешиваюсь. Ты хотела полной свободы, я ее тебе дал, но, по всей видимости, немного переборщил. Ты совершенно потеряла баланс. Пожалуйста, смотри мне в глаза, когда мы разговариваем. Ты говорила, что любишь Феррата, но сбежала от него на свадьбе. Я и думать не хочу, что ты это спланировала. И если все действительно так, если Феррат и правда во всем этом виноват, держись подальше от ресторана. Как это? Не знаю, отдашь ты долю Шебнем или продашь еще кому. Как бы там ни было, держись от Феррата подальше. Он тебе вредит. Ну, послушай, шеф, не спеши мне отказывать. Отойди. Феррат, я все для тебя сделаю, ты знаешь, но не думай, что это хорошая идея. Да тебе и делать ничего не надо. Просто порекомендовать меня им. Чеснок? Я был там. Я был там, ел их блюда. Они закроются через месяц с таким шефом. Им нужен кто-то, кто умеет общаться с мясом. Что, правда? Чистая правда, шеф. Ты же консультировал их при установке кухни. Представь, все это пойдет коту под хвост. Я рекомендовал им хороших шефов. Но они им не по карману. Так бывает, бюджет не резиновый. Ну и отлично. Мне не важны деньги. Я согласен на их условия. Так ты правда хочешь быть шефом французского ресторана? Не смотри на меня так, будто я ничего не понимаю в этом. Я знаю все о французской кухне. Это правда. И я намного лучше того, кто сейчас заправляет их кухней. Ты мог быть и лучше меня, если бы хотел. Если бы старался тогда, был бы сейчас лучшим. Но тебе это не нужно. Ты остался в своем закутке. Так может, настало мое время показаться? Значит, ты уйдешь от тети и будешь работать во французском ресторане, да? Никогда не знаешь, как карта ляжет, шеф. Лучше иди снова работать ко мне. Чего ты за них уцепился? Это мой секрет. Я бы не просил, если бы это было неважно. Давай же, эй, брат, сделай мне одолжение. Вам нравятся истории о сбежавших невестах? Вам хочется, чтобы они летели к новой жизни, выкинув своих бывших на обочину? А как же те, кто остается позади? Вы когда-нибудь интересовались тем, что стало с ними? Если вы готовы, давайте начнем. Я поведаю вам, на что способен мужчина с разбитым сердцем. Спасибо. Не кладите лимон, он крадет вкус. Прошу вас. Спасибо. Мы говорили о шефе Эйпе, так вы много лет с ним работали? С ним и многими другими. Все имена там. Шеф Эйп сказал, что вы мастер французской кухни. Странно, что я не слышала о вас раньше. Бывает. Я и об этом месте-то ничего не знал, пока шеф Эйп не сказал мне. Это как уравнение. Но мы можем вывести из этого отличное равенство, когда и вы, и наш ресторан получите признание. Это моя цель. Все должны заговорить о нас. Но мы и так уже привлекли некоторое внимание. Не сомневаюсь. Такие прекрасные и умные дамы, как вы, редкость в наше время. Я не об этом. Это лишь комплимент. У нас тщательно продуманное меню. Госпожа Насс лично им занималась. Ваше меню отличное, а вот еда так себе. Когда вы успели? Я должен был прощупать почву. Отличный ход. Был тут на прошлой неделе. Попробовал. Если честно, я вам необходим. И поэтому вы пришли, хотя шеф у нас уже есть. Я пришел потому, что шеф Эйп сказал мне, что вы ищете хорошего шефа. Правильно я понимаю, что у вас есть к нам некое предложение. Именно. Прекрасно. Прекрасно. Что здесь происходит? Вы что делаете за моей спиной? Нет, шеф. Он просто зашел познакомиться. Как вам не стыдно? Я не идиот. Так и знал, что вы на такое способны. Вам никогда не нравились мои блюда. Шеф, прошу, послушайте. Вот ваша утка. Шеф. Надеюсь, с новым шефом вы будете счастливы. Шеф, не уходите. Шеф, послушайте, не уходите. Ушел. Он ушел. Ушел. И что нам делать? Размерчик не мой. Можно получить новый? Минуточку. Погодите. Прошу нас простить. Нам нужно отойти и поболтать. Итак, что будем делать? Какие смешные дети. Доброе утро, Физа. Доброе утро, брат. Что такое? Ты такая веселая. Таиланд сегодня возвращается. Фанаты выложили забавный ролик. Вот и смеялась. Его не было две недели. Теперь нас немного отвлечется от работы. Нас уже несколько месяцев такая. Таиланд ничего не изменит. Конечно, изменит. Отвлечется. Зачем нужна еда, когда есть любимый? Она насытится другими вещами. Физа. Брат, прояви немного больше участия к Таилану. Я уверена, если Нас выйдет за него, она будет счастлива. Они построят новую жизнь. У них будут новые дела. Возможно, появятся дети. Тогда нас перестанет упрямиться. Пожалуйста, не говори о Таиланде, как о волшебнике. Дорогой, даже если он не волшебник, он умеет обращаться с сердцем. Ладно, молодые девушки, но даже взрослые женщины готовы развестись и броситься к нему в объятия. Моя дочь не такая, как все, Физа. Да. Была бы, как все, стала бы боссом компании и полгода путешествовала с друзьями. Как хорошо ты сказал. Будь у нее ум, так бы и делала. Она же у нас чудинкой. Чтобы ее контролировать, нужен кто-то умный, вроде Таилана. Не понимаю, чем тебе так нравится Таилан? Он что, пообещал найти тебе шестого мужа? Ну что ты, брат? Он же не сваха. Он доктор любви. Эрос – бог, написавший книгу о любви. В нем есть все, что нужно женщине. Ум, деньги, известность, харизма. И самое главное – он знает толк в любви. Ну, смотри, это он, доктор любви. Да, да, точно. Ну, идем, идем уже. Пойдем. Добро пожаловать, господин. Обещали дождь, но было ясно. Я подстраховался, но видите как. Секунду. Как долетели? Хорошо. Представьте детей доктора любви и его девушки. Какие гены. Я думаю, этот парень такой фальшивый и неприятный. Особенно, когда собирает назад волосы. Доктор поехал один. Наверное, его отношения закончились. Я думаю, они не влюблены, иначе давно бы поженились. В социальных сетях постоянно пишут после вашего отъезда. О том, что вы расстались и поэтому уехали за границу. Глупцы. Все прицепились к женитьбе. Конечно. Доктор Любовь и Насс Сайор. Вы прекрасная пара, господин. Не нужно рассказывать. Я это не читаю. Отвези меня скорее в ресторан. Да, господин. Если вы в себе уверены, то скоро сделаете предложение, да? Осторожно, осторожно. Забудь про меня и смотри на дорогу. Господин, вы в порядке? Ничего не случилось? Я в порядке. Но если довезу, это будет еще лучше. Пират, он приехал. Где этот гаденыш? Стой, брат. Не надо ничего делать. Помнишь, о чем мы говорили? Успокойся. Брат, он здесь. Какой еще план? Я ему морду набью. Фират. Дай пройти. Брат, Фират. Брат мой, слушай. Если план сработает, ему будет гораздо хуже. Не надо так. Потерпи немного. Успокойся. Дыши. Не думай о нем. Думай о плане. Думай о плане. Не думай о нем. Да, господин. Опять не работает? Посмотри на них. Люди переместились на эту сторону. Господин Кондемир, вы общались с фирмой? Ремонтники приедут? Я попросил отправить кого-нибудь, но, скорее всего, сегодня никто не придет. Я бы назвала это кармой. Но, по всей видимости, нас просто прокляли. С вашего позволения. Что ты делаешь? Звоню техникам. Что же еще? Нет, ты говорила, что Таиланд приезжает сегодня? Я совсем забыла. Это из-за шефа. Ты забыла, когда возвращается твой парень? Поздно. Он уже прилетел. Добро пожаловать, господин Таиланд. Прилетел, дорогая. Прилетел. Дорогой, прости, я не смогла приехать. Ты снова радуешь глаза, любовь моя. Ты не злишься на меня? Хотелось бы увидеть тебя раньше, но я не злюсь. Что возвращение? Как все прошло? Мы будем обсуждать это здесь. Угости хотя бы кофе, раз не встретила. Господин Кондемир, можете принести нам кофе, пожалуйста? Конечно, госпожа. Сейчас все уладим. Спасибо. Опять сломался кондиционер? Да, не говори. И не могут приехать починить. Таиланд. Она такая красивая. Мне очень нравится. Я знал. Это означает бесконечность. Как наша бесконечная любовь. Жизнь наградила нас. Я в это верю. Мы так дополняем друг друга. Я знаю, что мы никогда не расстанемся. Пусть принесет удачу тебе и твоему ресторану. Поставь в лучшее место. Не беспокойся. Я найду самое лучшее. Дела идут не очень, да? Фонд передумал в последнюю минуту? Было бы прекрасно. Вести дело с ним. А сейчас все стало гораздо сложнее. Дорогая, тебе не нужно переживать. Я обо всем этом уже позаботился. Не волнуйся. Ты поговорил с фондом? Нет. Вечер презентации. Завтра вы отвечаете за кейтеринг на презентации книги. Как это? Не ожидала, верно? Не ожидала? Потому что мы не занимаемся кейтерингом. Мы же ресторан Алякар, Тайлан. Любимая, я не говорю об обычном кейтеринге. На вечере будут самые уважаемые люди Стамбула. Подумай о ваших блюдах. Начнут говорить, писать. Дорогая, я знаю, что все внезапно получилось. Но я никому не могу доверять, кроме тебя. Не отказывайся. Пожалуйста. Тайлан, ну как нам успеть к завтрашнему дню? Прежний шеф ушел утром, а новый только приступил к работе. Ну и хорошо, прежний тебе все равно не нравился. Может, с новым шеф-поваром будет намного лучше и вкуснее? Пожалуйста. Всю работу на тебя свалили? Ничего страшного, Нас. Я и один справлюсь. Знаешь, ты можешь идти. Думаю, на сегодня хватит. Нет-нет, я еще не закончил. Ирай, иди. Хорошо. До свидания. До свидания. Больше никаких «но». Прости, но я не буду сидеть и смотреть, как ты в приступе гнева все тут разрушаешь. Так что, либо Феррат возвращается, либо ухожу я. Выбирай. Поняла? Вот так. Поняла? Отлично! Вот и хорошо, Феррат. Молодец. Я не мог понять, почему ты пошел в ресторан на следующий же день после свадьбы. А что Шабнем сказала? Когда я пришел, ее не было, и она не звонила. Однако, я такого от Шабнем не ожидал. Вообще. Ну, а что ей было делать? Она постоянно между ними разрывается. Ей пришлось сделать выбор. И, конечно, это нас. Думаю, она не могла позвонить. Разве? Иначе бы позвонила. Мы Шабнем не знаем, только ты. Тебе чаю налить, Гюлинда? Да, спасибо. Мы пошли. Пока, Гюли. Столько с Султаном не попрощались. Тихо, тихо. У нее голова болит, она отдыхает. Не шуми, ладно? Прошу тебя. Пока, Гюли. Никому в этом доме не везет в любви. Тоска, горечь, разочарование. Все можно найти здесь. И Атила мне не позвонил. Оказалось, все, что ему было нужно, это сбор информации, он же профессионал. Он сказал сначала работа, потом любовь. Иначе, кто бы мог устоять перед такой красоткой? Да, Сэви? Сбежавшая невеста номер два вернулась. А Асуман проснулась только через два месяца. Какое же у вас переменчивое сердце. Туда-сюда, туда-сюда, определиться пора. Ой, Султан. Нужно что-то сделать, пока Султан не увидела. Иначе она весь район сожжет. Да ты точно. Что? Что случилось? Простите, что так внезапно, но мне нужно поговорить с Фератом. И о чем же? Ну-ка, расскажи. Нет, это личное. А по телефону поговорить не могла? Не могла. Нужно лицом к лицу. Подожди. Это все хорошо, конечно. Но нам надо как-то с логистикой разобраться. Стой, подержи. Я попробую решить твою проблему. Но только тихо, ладно? Иначе вся наша миссия провалится. И не видать тебе тогда Ферата никогда. Идем, идем. Пойдем. Да давай же. Ай, все семечки рассыпала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем. Тихо. Фират. Пишу! Фират. Это не Фират, сестра, это я, Гюлендам. А ты что здесь делаешь? Проведать Фирата хотела. Что ты тут делаешь? Посмотреть, как он крепко ли спит. Бедняге сейчас, наверное, нелегко. Я хотела теплого молочка ему принести, так сказать. Ну, и где же это молоко? Молоко? Он спал, вот я и оставила его у кровати. Так, чтобы прокисло, да? Да неважно, султан. Давай лучше подумаем, как помочь тебе заснуть. Давай молоко нагрею. Нет, нет, не хочу я молока. Я и так режим сна нарушила. До утра сегодня засижусь. Все. Стой! Это как так до утра засидишься? Нельзя. Давай-ка я на телефоне включу шум моря. Сон за пять минут гарантирован. Пойдем, пойдем, ляжешь спать. Да хватит уже, Гюлендам, уйди. Прошу тебя. Зачем пришла, если говорить не хочешь? Не от большого желания, это точно. Тогда уходи. Дверь вон там. Внизу твоя тетя. Хочешь, уйду, пожалуйста. Ладно, ладно. Пока она не заснет, можешь не уходить. Ради Шабнан. Черпи все ради нее. Все для Шабнана. Я не понял, ты пришла помолчать? Хочу, чтобы ты завтра вернулся в ресторан. Поэтому я и пришла. Вообще-то я серьезно. Ничего смешного. Ты права. Все очень серьезно. Уверен, что на этот раз госпожа Нас задумала еще более серьезное обновление. Вот по обманам ты у нас главный эксперт. Нет. Мне до твоего уровня расти и расти. Я заведомо провальные свадьбы не устраиваю. Это уже верх мастерства. Верх. Фират, не выходи из комнаты. Ну, за что мне это? А чего ты смеешься? Похоже, сегодня ночью ты мой гость, к сожалению. Султан внизу. Что? Очень взвинчено. Уверен. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»